Всем привет, привет, мои хорошие! Соскучились? А я сегодня поехала на работу. Специально вам поставила улицу, потому что такое красивое небо. И смотрите, какие у нас сугробы. У нас такой сегодня сильный ветер. Прям сдувает с ног. Но жизнь продолжается, и она прекрасна, и все замечательно. Я сегодня маленечко поработала. Но сегодня пятница, и она должна быть короткой. Я думаю, что я правильно рассуждаю. Он как задувает. Не знаю, видно вам, нет? Видно, видно вроде. И поехала я теперь, поехала на ногти. Обновлю сейчас свой маникюр. Не уронить бы вас только. Не знаю, девчуля, получится снимать там или нет. Нет, потому что я забыла дома штатив. Возвращаться не буду. А делать маникюр и снимать не очень удобно. Но я попробую какие-то моменты вам заснять, показать, что мне девочка моя, Леночка, делает. Вот. Ну, поехали. Машина маленько прогрелась. Я ее что-то сегодня... На улице уже не так холодно, и она сама не заводится. Теперь ее надо заводить. И вот не завела ее сразу вовремя из дома. И сижу в машине, болтаю с вами, показываю вам небо красивое. И поедем. Если вы у меня не упадете со штатива, с машинного, то будет хорошо. Но, надеюсь, не упадете. Кстати, у нас открыли бассейн, который я вам рассказывала, что у нас строят бассейн. Его открыли. Так плохо выезжать у меня здесь от дома, потому что ничего не вижу вообще. Такие огромные сугробы, что выехать на дорогу практически невозможно. Вот. И вот, видите, сразу все тут. Стало грязное стеклышко, и вам ничего не видно. И вот с левой стороны, вон он бассейн. И его открыли. Уже наполнили водой. И якобы как принимают посетители. А сбоку всякие турникеты у самого здания. Буду летом заниматься ходить. Сейчас там очень холодно. Вот. Ну, машины уже стоят. Вывески повесили. Я думаю, что все и правда работает. Ну, почему-то не было шаров, открытия. Ну, может и было, я не видела. Я вчера не видела, как от дома на эвакуаторе увезли машину. У нас машина в сугробе чья-то стояла. Ну, то есть, она когда-то там встала, сугроба не было. А потом появился сугроб. И ее замело снегом. И получился, точнее, большой-большой сугроб из этой машины. И позавчера на ней разбил кто-то стекло. Потом появился на ней пакет. И я вчера пока ездила в магазин за картошкой. Представляете, приезжаю, машины нет. Думаю, куда делась машина. И ничего не расчищено. Вот, знаете, как будто ее этим краном взяли, вытащили с этого места. И увезли. Муж приезжает, говорю, а куда делась машина? Он говорит, увезли, наверное, на эвакуаторе. Мы с ним кругами ходили вокруг этого места, рассматривали, как же ее оттуда выдернули. А ее, на самом деле, оказывается, увезли, потому что следы есть только от большой машины, от эвакуатора. И мы не видели. Ни дочка не видел, ни муж не видел. Ведь это так шумно, и это практически было у нас под окнами. И мы не видали. И мне сегодня снится сон, как будто у меня украли, угнали машину, утащили на эвакуаторе. Я мужу говорю, он приехал с работы, будет меня, я ему первым словом говорю. Моя машина на месте? Он смеется, говорит, додумалась, надумалась. Всякую ерунду себе напридумывала в голову. Вот тебе и снится, что твою машину угнали. Так смешно было, он говорит. Первый раз такое, что ты проснулась, и первые слова были. Моя машина на месте? Я говорю, ну как же, если мне снилось это, что мою машину угнали. Так что вот такие дела. Ну опять маленько с вами поболтала. Буду отключаться, потому что здесь все трясется. Дорога у нас тут ужасная. Поэтому включусь попозже. Начало ногтей укороченных. Вот такие они страшные-страшные, когда все с них снято. Продолжаем. И вот такие наркоточки. Где наша вспышка? Вот. Начало одну. Фокус теряется. И потом другую. И теперь без вспышки. Вот такая красота. Сейчас будем с вами готовить, 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 готовить. Так, яблочки купила. Йогурт купила. Такой. Аджик купила вот такой. Очень вкусная, девчонки. Рекомендую. Честно. Не реклама, но просто говорю, что очень вкусная аджика. У меня наша вся закончилась. Наш кофе купила. Очень нравится она нам. Шоколадки купила. Будем с ними сейчас печь. Так. Вот такой маргарин купила. 9 рублей сегодня. Он стоит по скидке. Нам пригодится. И у Мартюши ужин. Ужин у Мартюши. Да, Мартюша? Доедает. Некогда. Некогда, Мартюша. Да. Скажи, все съел. Да. Я все съел. Мне очень вкусно. Да? Вкусно? Скажи, всем привет. Скажи, я стесняюсь. Я стесняюсь. Я стеснительный мальчишка. Да. Сделай гав. Гав-то сделай. Давай голос. Сядь. Сядь. Голос. Голос. Ну давай голос. Молодец. Умница. Сейчас мам плюшечку испекет. Тебе даст. Умница. Ну чего, сегодня будем по-новому замешивать рецепт. Рецепт теста наше. Берем сахар. Берем 100 грамм воды. Теплой. Ложку сахара. Чайную. Чайную ложку. Дрожжей. Перемешиваем. Хорошенечко. И ставим в теплое место. Пока не начнет подниматься. Но этот процесс будет очень быстрый. Потому что все тепленькое. И быстро все поднимется. Теперь готовим все на тесто. Ложку сахара. Столовую. Пол столовой ложечки соли. Два яичка. Просто при вас разбивать не стала. Высыпала их вот так. Сделала вот такую водяную баньку. Здесь кипяток. И растапливаем наш маргарин. Целую пачечку. И тем временем у нас дрожжи с вами уже поднимаются. Ну и вот так вот у нас растопился с вами весь маргаринчик. И выливаем его тоже сюда. Чуть-чуть все перемешаем. Потому что сахар у нас внизу остался. Чтобы было однородное масло, соль и сахар. Но тем временем наши дрожжи хорошо подошли. И выливаем их тоже сюда. И выливаем 300 миллилитров водички. Насыпаем муку. И замешиваем наше тесто. Как вы учили, на маленьких оборотах. Так, девочки, я ее не включила. Минутку. На днерочке. И, наверное, закрыть можно было все это дело. Да. Вот так. Пускай перемешивается. Итак, наше тесто с вами замешивалось примерно минут 15. И оно получилось вот такое вот жидковатое. Но именно такое тесто нам сегодня и надо. все. Теперь будем печь. Ничего. Берем, смазываем руки маслом подсолнечным. И берем отсюда, вот по такому колобочку. В серединку укладываем кусочек шоколадки и закрываем наш колобочек. И устанавливаем на пергаментную бумагу. Ничего ничем не смазываю, потому что сами плюшечки, руки у меня масляные. И наши плюшечки тоже масляные. Тесто не жду, когда поднимется, а сразу начинаю делать. И все. И все. Продолжение следует... Продолжение следует... Минут 5 даем постоять здесь и отправляем в духовку при 180 градусов примерно минут 20. Они у нас будут с вами готовиться. Потом покажу, что получилось. Ну и дальше также можно поимпровизировать. У меня есть, конечно же, формочки, но не хочу делать ничего в формочках. Продолжение следует... Продолжение следует... И укладываем сюда. Возьму сразу побольше, чтобы не делать двойную работу. Закрываем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И оставляем, пока эта партия пекется, это пускай стоит, поднимается. Вот такие плюшечки-ватрушечки получились. Сейчас остынут, и я покажу вам, как они там внутри выглядят. А себе любимый хочу сделать вот так. И дочи сделаю, но навряд ли она будет. Это шоколад. Ну так и быть, уже сделаю и мужу, а то вдруг тоже захочет. Вот так чуть-чуть. Он не любит горький шоколад, а это горький. А внутри молочный. Ай, ему не хватило. Но ему вот так с узорами, скажу, старалась для тебя, любимый. Чтоб были узоры. Блин, сердце не получится уже. Ладно. В следующий раз. Ну а так получилось красиво, скажите. Чуть позже попробуем вместе. Ну, теперь можно и попробовать мое произведение искусства. Если честно, первый раз такое делаю, потому что я сделала на ногти. Я вам показывала. И девочка моя, мастер, похвалилась, что она делала плюшечки такие. Очень понравились. Но она делала в масле. А мы в масле не кушаем. Поэтому я попробовала сделать в духовке. Сейчас посмотрим, что получилось. Такая вся в шоколаде. А вкусно получилось? Что могло еще получиться? Хрустят, как печеньки. Вкусно? И усы, как у Гитлера. У меня усы, как у Гитлера. Я уже их съела. Тебе шоколадом дать сверху? Нет, я не буду сверху шоколадом. На, тогда вот поменьше попробуй. Да вот, ну, вон ту. Вот эту? Нет. Вот эту? Да, маленькая. Прям... У нас газ плохой. У меня чуть-чуть подсохли, мне кажется. Да? Да. Это как печенье нормально. А я... Ну, мне кажется, не сладкие вот эти. Нет. Нет? Мало сахара положила. Зажала. Ты сейчас дойдешь до шоколадки? Там молочный шоколад. Может, будет сладко? Мало. Мало у меня. Вот такая я. Я хочу дойти до шоколадки и вам показать. Да, есть салфетка, есть. Я знаю, вы кричите, возьми салфетку, есть. Тянуться не хочу. А потому что они подсохли. Ему надо делаться минут 20-30 от села. А они готовились, кстати, у меня целый час. Я вниз ставлю водичку, но этого не хватает. У меня старая духовка. Ужасная. Ужасная. И они подсыхают. В общем, где-то там шоколад. Внутри. Вот. Ну, кого духовка хорошая, получится получше. Можно было вообще тоненькими сделать их печенюшками. Да? Было бы лучше. Ну, ничего, попробовали. Так, в следующий раз добавим больше сахара. И сделаем печенюшками прям. Вместе с вами будем делать? Я думаю, вы уже кричите, конечно, с нами. Ох, я объелась. Мы поужинали, а теперь пьем чай. Сейчас позже покажу вам, что там вылезет. Другое из духовки. Ну, вы пробуйте. Вкусно все равно. Ой, меня выпускают. Меня выпускают. Ой, меня кутали. Представляете? Ёпорос, эта машина работает. Моя. А на улице темно. Темно-темно. Мы ездили с мужем, проверяли, как машина у него работает. Он меня посадил назад, и я ехала сзади. Это мои цветочки висят. С улицы так смотрятся. Цветут. Красота. И тут красота. Почти цветут. И вот еще один красавец вылез. Эти у нас с начинкой. А этот без. Ну, а как они выглядят в разрезе, покажу вам в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.